21-летний Харри Кейн в этом году взорвал английский футбол. Игрок появился из ниоткуда и стал вторым бомбардиром АПЛ, а в целом за сезон наколотил аж 30 мячей. Его сразу признали лучшим молодым футболистом в Англии и считают, что очень скоро Харри сможет стать таковым и в мире. Но английские парни, в особенности фанаты шпор, не учли одного нюанса. Гражданину Кейну нужно набраться терпения. Дело в том, что на ближайшие 2-3 года к званию лучшего в мире скорее всего, никого не подпустят Месси и Роналду. А вот дальше будет интереснее. Кому сейчас под 30 уже, вероятно, не успеют. А вот те, кому еще нет 25, будут на самом пике. Кто они? Это топ-10 будущих обладателей золотого мяча. Десятая строчка и сразу двое. Мемфис Депай и Кевин Дебрюни. Бельгийц провел отличный чемпионат мира и перешел в Вольсбург, где вытащил клуб на новый уровень и стал лучшим ассистентом Бундеслиги. Сейчас за него борются топ-клубы. А вот Депай в последние 2 года порвал всех в Голландии. Лучший игрок и бомбардир первенства привел ПСВ к чемпионству. А до этого ярко сверкнул на чемпионате мира в Бразилии, внеся важный вклад в бронзу голландской сборной. Идеальный вингер с хорошей скоростью и суперударом. Разумеется, такого футболиста сразу отхватил Эмью. И им все равно, за какие деньги. Девятый. Рахим Стерлинг. С самого детства футболиста называли гением. Он уже в 15 дебютировал в чемпионшипе за Куинс Парк Рейнджерс и стал самым молодым в истории лиги. В 17 перешел в Ливерпуль и стал вторым молодым игроком после Майкла Оуэна. Забивавшим за Мерсисайдсов в АПЛ. В последние два года вингер превратился в настоящего лидера красных. Тут еще можно вспомнить одноклубника Рахима Каутиньо, который вообще-то всегда считался более перспективным. Но он старше и статистика похуже. Восьмая строчка. Антуан Гризман. В детстве игрок часто болел. Был маленьким и щуплым, поэтому его до 14 лет не хотели брать в свою академию селекционеры ни одного нормального клуба. Никого не напоминает? Пока не рискнули парни из Реалса Съедада. И это был успех. Игрок проделал путь до главной команды, в которой стал лидером уже в 19 лет. Пробился в сборную и провел отличный чемпионат мира. Дальше перешел в Атлетика и сходу стал лучшим игроком клуба. Если еще прическу снова сменят на нормальную, будет вообще круто. На седьмом месте сегодня вратари. Тибо Куртуа и Давид Дехеа. Если Нойер все же не получит золотой мяч, может это сделать кто-то из них? Оба прошли через Атлетика и уже сейчас являются лидерами в топ-клубах. Но пока побеждает Куртуа. У него и статистика лучше, и титулов больше. Те Дехеа испанец. Игроку этой сборной будет легче получить золотой мяч. Впрочем, и Бельгия сейчас в порядке. Короче, наверное, через пару лет это противостояние будет таким же великим, как Кассилис Буфон. Шестой. Иско. Испанец не сумел пробиться в состав родной Валенсии и ушел в Малагу, где мутировал в Зверюгу. В своем дебютном матче в Лиге Чемпионов отгрузил двушку Зениту, что привело к разгрому питерцев, а потом ушел в Реал за 30 миллионов евро. В Мадриде Иско пока не такой страшный, но со статистикой у него все совсем неплохо. Сюда же добавим Оскара из Челси, который так же, как и Иско, играет в топ-клубе, но пока не на ведущих ролях, хотя в будущем может стать лидером. И вообще, Оскар — единственный футболист в истории, который делал хет-трик в финале молодежного чемпионата мира. Разумеется, Бразилия тогда стала чемпионом. К 22 годам Марио уже провел на клубном уровне две сотни матчей и 40 игр за сборную. Отличная техника и дриблинг, а также умение взять игру на себя. Как итог, переход в Баварию за 37 миллионов евро и победный гол в прошлогоднем финале чемпионата мира против Аргентины. Его называют одним из самых талантливых в истории немецкого футбола. Как думаете, получится из него настоящий Супер Марио? Четвертая строчка — Поль Погба. Игрок нереально распиарен. Иногда о новостях о 100 миллионах евро и его переходе в сити-пассажире Албарсу хочется ругаться. Но надо признать, он и правда в порядке. Хорошая техника, скорость, классный поставленный удар. А еще Погба отлично отрабатывает в обороне, просто выжигая свою зону. Не зря же Поль был признан лучшим игроком молодежного чемпионата мира. А на первенстве в Бразилии он стал лучшим молодым игроком турнира. Куда Полю лучше перейти? Пишите. Бронза рейтинга — Хамес Родригес. Игрок дебютировал в родном чемпионате Колумбии в 15-летнем возрасте. И с тех пор его карьера похожа на взлет ракеты или на ценники в магазине. Только вверх. Игрока купил Порту за 7 миллионов, потом Монако за 45. Через год Реалу за 80. Сливочные, казалось, переплатили. Но Хамес быстро адаптировался и сейчас по статистике является одним из лучших футболистов Реала. А еще иногда забивает фантастические мячи. Как его остановить? Второй — Эде Назар. Один из тех, про кого говорят, что именно он может изменить ход встречи одним ударом или касанием. Вообще у футболиста практически нет слабых мест. Где бы он ни играл, становился лучшим. Осталось стать лучшим в мире. Игрок с 15 лет в большом футболе. К настоящему времени уже забил больше 100 мячей. В общем, если не Азар, то кто? И победитель — Олег Шатов. Шутка, конечно, но если кого-то выделять из расистих молодых игроков, то именно Шатова. Ну плюс Черышева с Кокориным. Надеюсь, кто-то из них станет европейской звездой. Теперь серьезно. Первое место. Неймар. Игрок стал иконой в Южной Америке уже в 19 лет. И кто только в Европе в то время не критиковал футболиста. Называя распиаренным петушком. Джоуи Бартон даже сравнивал игрока с Джастином Бибером. Типа, он крутой только в нарезках на YouTube. В итоге Неймар переехал за огромные деньги в Барсу и заткнул рот критикам. В этом сезоне забил больше, чем когда-либо в Бразилии. А главное, начал играть на команду. В Америке он почти не отдавал голевых передач. А в Барсе уже больше двух десятков. Вы, конечно, можете продолжать называть его петушком, а он просто возьмет и отгрузит пару голешников в вашей любимой команде. И даже, скорее всего, обгонит Пеле по голам за сборную Бразилии. И бонус топа. Очень хочется назвать кого-то из защитников, но игроки обороны очень редко получают золотой мяч. Да и кто может? Карвахаль, Маркинис, Варан, Зума. Хорошие защитники, но пока совсем не новые Коннавара. Алаба выделяется. Но что должно случиться, чтобы Алаба получил золотой мяч? Сборная Австрии должна выиграть чемпионат мира в Катаре или России. Фантастика. В рейтинге игроки, которым еще нет 25 лет и проведшие минимум 2 сильных сезона. Понравилось? Быстрее подписывайтесь! И тогда Олег Шатов станет лучшим футболистом мира! Блин, никто же не поверит. Ладно, все равно подписывайтесь и пишите в комментариях, кто, по-вашему, первым получит золотой мяч после эпохи Месси Роналду. Да, и начинайте уже сейчас скучать. Ведь когда-нибудь эта эпоха закончится. Прошлый выпуск о лучших игроках сезона 14-15 смотрите тут. Ну а рейтинг самых крутых футболистов постсоветского пространства, типа Аршавина или Шевченко, здесь. Александр Журавлев о Спорте ТВ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok